50 на 5 – 10. 30 на 5. 15. Ой. Ой. Сегодня у Иры Барановой один из любимых уроков – математика. Тема – сложение и вычитание дробей. И разобраться в непростых упражнениях шестикласснице в какой-то степени будет легче, чем ее ровесникам. Ведь внимание учитель уделяет только ей одной, а не классу из 30 человек. С педагогом Ира встречается через глобальную сеть – по скайпу. Ходить в школу девочка не может по причине проблем со здоровьем. Но каждый день, кроме выходных, она садится за свой рабочий стол с компьютером и изучает все предметы. В день – два или три урока по часу. Это очень здорово, что появилась такая программа. Я два года занимаюсь. Мне нравится. Могу одновременно находиться, ну, как будто нахожусь и дома, и там в школе. А учится Ира в 10-й казачьей школе. Специально для дистанционного обучения здесь оборудованы два кабинета. Компьютеры и другие необходимые устройства как для школы, так и учеников были закуплены из средств краевого бюджета. С 2013 года здесь началось обучение по программе «Телешкола». За это время аттестаты получили шесть человек. Сейчас по дистанционному курсу учатся 15 детей. Они изучают все основные предметы. И в планах работников образования расширить их количество. Здесь они действительно обучаются с учителем один на один. Они могут, тем не менее, участвовать в форумах, общаться. Это сказывается положительно на их развитии, на их знаниях, на их умениях. И я думаю, что вот такая динамика увеличения количества учебных предметов говорит о том, что дистанционное обучение очень востребовано. В рамках дистанционного обучения дети могут не только изучать школьные предметы, но и принимать участие в различных соревнованиях. Ира Баранова, например, любит рисовать и уже неоднократно представляла свои работы на школьных конкурсах. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.